Уважаемый Владимир Путин Уважаемый Владимир Владимирович, большое спасибо, что приняли предложение от СТК провести сегодняшнее интервью. Прежде всего я хотел бы вас поблагодарить за внимание к России, за то, что вы сочли возможное встретиться сегодня для беседы. И хотел бы воспользоваться этим случаем, пожелать всего самого доброго. 7 мая вы вступили в должность президента Российской Федерации. Мы на своих платформах транслировали вашу инаугурацию в прямом эфире. Я сам также смотрел всю трансляцию. Китайскому народу мы знаем, что у нас в Китае очень много друзей. И тот факт, что вы смотрели инаугурацию в прямом эфире, говорит о том, что она вызывает, и вообще Россия вызывает у китайского народа известный интерес. Я хочу пожелать всего самого доброго китайскому народу, счастья и процветания каждой китайской семье. 7 мая в Кремле состоялась церемония инаугурации президента России. С первым ударом курантов Владимир Путин прошел через Георгиевские и Александровские залы и встал у трибуны. Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин вручил ему символы государственной власти и объявил о вступлении в должность. Это четвертый срок президентства Путина. Первый раз высший государственный пост он занял в 2000 году. В 2004 был переизбран на второй. В 2012 году Владимир Путин, занимавший тогда пост премьер-министра России, вновь был избран президентом. На этот раз сроком на шесть лет. Скажите, пожалуйста, чем отличается ваше четвертое вступление в должность от предыдущих? Ваши ощущения от них? Если смотрели это в прямом эфире, видели, о чем я говорил, самыми приоритетными направлениями нашей, когда я говорю «наше», имею в виду и свою, и работу моей команды, Так вот, самыми большими приоритетами нашей команды будет дальнейшее поступательное развитие России, обеспечение темпов экономического роста, придание нашей экономике инновационного характера, развитие инфраструктуры, здравоохранения, образования и обеспечение, безусловно, безопасности. Мы будем уделять серьезное внимание нашему позиционированию на международной арене, как страна, которая придерживается принципов международного права, уважает интересы наших партнеров и, безусловно, будет добиваться соблюдения наших собственных интересов. В этой связи сказать, что мы большое значение придаем нашему сотрудничеству с нашими традиционными и надежными партнерами, союзниками и друзьями, к которым, безусловно, относим и Китайскую Народную Республику. 1 марта 2018 года президент России Владимир Путин обратился с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Послание прозвучало с опозданием. В предыдущие годы президент России оглашал послание в конце года, однако в декабре 2017-го традиция была нарушена. Таким образом, это послание стало первым серьезным политическим заявлением Путина с момента формального старта его избирательной кампании и рассматривалось миром в качестве его предвыборной программы. В своем обращении президент призвал россиян быть смелыми, брать на себя ответственность и становиться сильнее. Я заметил, что начиная с обращения к Федеральному собранию, вы часто упоминали российскую мечту. Как вы знаете, китайский народ тоже стремится осуществить китайскую мечту, которую инициировал председатель Си Цзиньпинь. Как вы думаете, чем схожи и отличаются российская и китайская мечты? В Китае и Россия соседи. Мы общаемся друг с другом на протяжении столетий. Имеем очень глубокие исторические связи и корни. Это отношения, которые построены действительно на учете интересов друг друга. Вот смотрите, мы подписали договор в 2001 году о дружбе и добрососедстве, но это договор только основа, на которой мы выстроили, только фундамент, на котором мы выстроили сегодняшнее здание наших отношений. А оно с каждым годом приобретает все новые и новые краски, все новые и новые этажи. Оно растет все выше и выше, становится все крепче и крепче. Это не случайно. Смотрите, если взять то, о чем говорил председатель Си Цзиньпинь на последнем съезде партии. Ведь что лежит в основе всего, о чем говорил председатель Китайской народной республики? Стремление к улучшению жизни людей. Эта цель может быть достигнута самыми разными способами и самыми разными инструментами. Но цель одна, и у нас в России не может быть никакой другой цели, кроме улучшения жизни наших граждан. Но вот исходя из этого, мы и думаем о том, как выстроить в том числе российско-китайские отношения с тем, чтобы добиваться вот этих целей. И для обеспечения нашей внешней безопасности, и для сложения усилий в строительстве экономики нового типа, построенной на современных инновациях, на цифровой экономике, на достижениях генетики, на современных грамотных способах управления обществом, государством и самой экономикой таковой. Так что у нас очень много того, что нас объединяет. И складывая эти усилия, я уверен, мы будем добиваться новых успехов. В последние годы под руководством председателя КНР Си Динпина и президента России Владимира Путина китайско-российские отношения переживают лучший период в своей истории. С марта 2013 года, когда Си Динпин нанес первый государственный визит в Россию, руководители начали часто общаться, что подразумевает не только двусторонние визиты, но и встречи на полях крупных конференций международных организаций. За последние пять лет Си Динпин и Владимир Путин встретились более 20 раз. 4 июля 2017 года, во время очередного визита Си Динпина в Россию, Путин вручил китайскому лидеру высший орден России – орден святого апостола Андрея Первозванного. В прошлом году с китайским лидером вы встречались чаще, чем с главами других государств. С Си Динпинем вы встречались пять раз. Вы также наградили председателя Си Динпина орденом Андрея Первозванного – высшей наградой в России. Могли бы вы поделиться с нами вашими впечатлениями от общения с председателем КНР? Вы знаете, некоторые вещи говорить неудобно. Это же такие личные наблюдения и личные наши отношения. Ну вот, наверное, председатель Си Динпин – это единственный лидер из всех мировых лидеров, с которым мне пришлось отметить один из своих дней рождения. У меня так не складывались ни с кем отношения и рабочий график, чтобы я отмечал свой день рождения с кем-то из своих зарубежных коллег. А вот с председателем Си Динпинем мы это сделали. Я уже говорил об этом публично, здесь секреты. Нет, мы сделали это очень по-простому. Ну, не буду скрывать, не знаю, он на меня, наверное, не будет сердиться. Выпили по рюмке водки, значит, просто нарезали там какую-то колбасу у нас. Просто мы в ходе, после окончания рабочего дня это делают. Но я вот хочу с этого начать. Он очень доступный и, на самом деле, по-человечески душевный человек. Но в то же время очень надежный партнер. Можно быть уверен в том, что если председатель Си Динпин, если мы с ним о чем-то договариваемся, то я со своей стороны, я знаю, что он со своей стороны, всегда стремимся к исполнению наших взятых на себя обязательств. Ну, он, собственно говоря, так же, как и многие лидеры других стран, это нас, думаю, объединяет всех, стремится к максимальному результату в своей работе для пользы каждого конкретного человека в своей собственной стране. Он аналитик хороший, и с ним интересно пообсуждать и мировые проблемы, и вопросы экономики. Так что это для меня очень комфортный партнер и хороший, надежный друг. Очередная встреча председателя КНР Си Динпина и президента России Владимира Путина пройдет 8 и 10 июня. В этот раз лидеры двух стран проведут переговоры в городе Циндао, где состоится 18-й саммит Совета глав стран-участник ШОС. Последний раз на территории Китая подобный форум проходил в 2012 году. Нынешний саммит будет отличаться и станет особенным из-за расширенного состава. Через несколько дней вы отправитесь в китайский город Циндао для участия в саммите ШОС. Также будет проведен ваш государственный визит в Китай. Учитывая расширение ШОС, как вы думаете, что необходимо делать, чтобы работа организации была более эффективной и позитивной? ШОС создавалась как достаточно скромная организация для решения, прежде всего, пограничных вопросов Китайской Народной Республики, России и рядом других бывших республик Советского Союза. Мы ставили перед собой, повторю, скромные задачи. Но постепенно, постепенно, по мере решения этих проблем, достаточно узких, стало очевидным, что нас многое объединяет в том смысле, что вместе мы можем добиваться более широких результатов, более серьёзных результатов, чем просто решение пограничных вопросов. И ШОС стала развиваться. Но после полноформатного принятия в организацию Индии и Пакистана, после начала полноформатной работы, а оно должно состояться именно сейчас в Китае, это начало, стало очевидным, что ШОС превратилась в глобальную организацию. Это совершенно очевидный факт, потому что, смотрите, четверть мирового ВВП приходится на наши страны, 43% населения Земли, 23% территории планеты. Это колоссальный ресурс, просто колоссальный. А если ещё и иметь в виду темпа роста в Азии, темпа роста в Китае, темпа роста в Индии, мы постараемся тоже в России придать новый импульс развитию нашей экономики, обеспечить темпы, необходимые для нас. Вот всё это вместе, плюс военные потенциалы, безусловно, нами будет направлено не на противостояние с кем бы то ни было, а на то, чтобы обеспечить необходимые условия для всестороннего и многопланового сотрудничества и между нашими странами, и между другими странами, где бы они ни находились, на любом континенте. Вот объединение усилий такой мощной группы стран, безусловно, будет важнейшим фактором и для нашего собственного развития, и будет фактором влияния на ситуацию в мире. Уверен, что это будет фактор положительного влияния. Циндао – это красивый приморский город, он известен своими морепродуктами и пивом. Есть ли у вас планы попробовать что-то из этого? Да, с удовольствием попробую. И морепродукты люблю, и пива, правда, стараюсь поменьше употреблять, но попробовать хочу и обязательно это сделаю. Шанхайская организация сотрудничества была основана 17 лет назад, 14 июня 2001 года. С тех пор количество стран-участниц увеличилось с 6 до 8. Также в ШОС входят 4 страны-наблюдателя и 6 стран-партнеров по диалогу. Добиться мирового признания ШОС удалось за счет принципов, которые основаны на взаимоуважении, равенстве и справедливости, взаимовыгодном сотрудничестве. 2018 год станет юбилейным для китайской инициативы «Один пояс, один путь», ведь впервые об этом масштабном проекте председатель КНР Сидинпин заявил 5 лет назад. Его основными участниками являются страны, входящие в Шанхайскую организацию сотрудничества. Именно они расположены вдоль древнего шелкового пути. Поэтому реализация инициативы станет одной из главных тем предстоящего саммита в Циндао. В этом году исполняется 5 лет инициативе «Один пояс, один путь». Председатель Сидинпин сказал, что целью осуществления данной инициативы является создание сообщества единой судьбы человечества. Как вы относитесь к этой концепции? Мы всегда поддерживали эту идею, ведь идея председателя Сидинпин «Один пояс, один путь» объединяет экономическую составляющую, гуманитарную. Прежде всего, конечно, речь идет об экономике, об инфраструктуре. Мы считаем это полезной, важной и перспективной инициативой. Эта инициатива слагается и с нашими усилиями по строительству Евразийского экономического союза. Более того, совсем недавно, 17 мая в Астане было подписано соглашение о взаимодействии в экономической сфере между Евразийским экономическим союзом и Китайской народной республикой. Там пока речь не идет о снижении тарифов, но там уже идет речь о очень важных вопросах, а именно о торговой политике, о техническом регулировании, о фитосанитарном контроле. То есть мы, по сути дела, делаем очень важный шаг в направлении снятия ограничений на развитие экономического взаимодействия. Но идея председателя Си Цзиньпини, насколько мы ее представляем, она, конечно, имеет более глобальный характер, она нацелена на то, чтобы сотрудничество развивалось со всеми странами и континентами. У нас есть идея евразийского экономического сотрудничества в целом. Мне кажется, все это очень слагается и может привести к хорошему результату. Мы знаем об интересе, ну, допустим, если взять инфраструктурную часть этих идей, мы знаем об интересе, допустим, наших китайских партнеров по работе на Северноморском пути. Мы будем только это приветствовать. Но это не единственное направление. У нас есть хорошие планы и в сфере промышленной кооперации, у нас есть очень хорошие планы в сфере инфраструктуры, развития железнодорожного транспорта. Это все очень мощные, перспективные направления, которые, безусловно, будут лежать в основе нашего взаимодействия. Уже сегодня, смотрите, для нас Китай в страновом измерении является торговым партнером номер один. В прошлом году общий товарообъем у нас вырос и достиг 87 миллиардов долларов. В этом за первые четыре месяца рост был таким, как за весь предыдущий год. Это очень хорошие темпы, которые мы должны сохранить и приумножить. 7 мая, в день вступления в должность президента России, Владимир Путин подписал целый ряд указов. В них он утвердил стратегические задачи для страны на период до 2024 года. Согласно документам, правительство обязано в два раза понизить уровень бедности в стране, увеличить реальные доходы населения и пенсии, темпы роста которых должны быть выше уровня инфляции, а также улучшить жилищные условия для 5 миллионов граждан и повысить среднюю продолжительность жизни с 73 в 2016 до 80 лет в 2029 году. А еще российский лидер в своем указе поручил правительству увеличить долю расходов на реализацию программы цифровой экономики минимум в три раза к 2024 году. В мае были опубликованы несколько ваших указов, где большое внимание уделяется повышению уровня жизни и развитию цифровой экономики. Как вы думаете, что Россия и Китай могут сделать в углублении сотрудничества в этих областях? Это одно из ключевых направлений. Мы знаем, сколько внимания председатель Синь Цзинь Пинь и правительство Китайской Народной Республики уделяют развитию современных форм хозяйствования таким перспективным направлениям, как цифровая экономика. Мы полагаем, что это, безусловно, тесно связано с такими важнейшими направлениями будущего технологического уклада, как роботизация, робототехника, как искусственный интеллект. В современном мире все основные открытия, наиболее перспективные открытия, делаются на стыке наук. Это и биология, это генетика, это некоторые другие направления, которые, безусловно, сделают тех, кто преуспеет в этих направлениях, лидерами мирового развития. И мы, не забывая про традиционные наши сферы сотрудничества, конечно, будем стремиться к тому, чтобы объединять наши усилия с нашими китайскими друзьями на этих ключевых направлениях сегодняшнего и тем более завтрашнего дня. У нас есть соответствующие идеи, есть планы, есть свои разработки. Мы знаем, что и у Китая есть уже существенные достижения, например, в сфере интернета вещей, в сфере цифровой торговли. Но этого для успешного развития в ближайшей перспективе нам всем, и Китаю, и России, будет совершенно недостаточно. Нам нужно развивать цифровые технологии в промышленности, в инфраструктуре, в энергетике, в том числе в электроэнергетике, в альтернативных видах энергии. Вот там везде можно применять и нужно применять на новейшие разработки, новейшие достижения. И если мы с вами сделаем это, то мы будем, безусловно, лидерами. К этому и будем стремиться. Президент Путин уделяет особое внимание вопросам безопасности. Чеченская война, конфликт в Южной Осетии, возвращение Крыма и гражданская война в Сирии. Все эти серьезные конфликты потребовали от российского лидера принятия сложных решений и жестких мер. Но именно они способствовали укреплению национальной безопасности России. Однако не все угрозы преодолены. Одна из них – это экономические санкции со стороны Запада. Начиная с 2014 года, после украинского кризиса, Соединенные Штаты и ряд европейских стран начали вводить ограничения в отношении России. В 2017-м, с приходом к власти в США Дональда Трампа, ситуация только ухудшилась. Я рассчитываю на хорошее, позитивное отношение. Но наличие каких-то ограничений и санкций нас не удивляет, нас это не пугает и никогда не заставит нас отказаться от самостоятельного, суверенного пути развития. Я исхожу из того, что Россия либо будет суверенной, либо ее вообще не будет. И, конечно, российский народ всегда выберет первое. Я думаю, так же, как и китайский народ. Никакого другого пути у нас нет. Но мы понимаем, что наши партнеры вот этими ограничениями и санкциями стремятся только к одному – сдержать развитие. Я нисколько не сомневаюсь, что это покушение, как говорят юристы, с негодными средствами, и ничего из этого не получится. От этой политики теряют прежде всего те, кто ее инициирует. Но исхожу из того, что все-таки здравый смысл восторжествует, что все незаконные ограничения, вредные для развития мировой экономики, они будут постепенно сниматься, и мы нормализуем наши отношения со всеми партнерами, в том числе Соединёнными Штатами и другими странами, которые пошли у них на поводу и эти санкции применяют. Кстати говоря, вот те, кто, как я выразился, пошли на поводу Соединённых Штатов, они сами начинают страдать от того, что Соединённые Штаты начинают применять и в отношении этих стран. Всё это вместе постепенно, я говорю это не для того, чтобы порадоваться и иронизировать, но это всё говорит о том, что эти средства не могут быть универсальными, и рано или поздно станет очевидным, что их применение вредит всем, в том числе и инициаторам этих инициатив. И в конечном итоге рассчитываю, что всё-таки так или иначе у нас отношения нормализуются. По оценкам дипломатов и политологов, сегодня отношения между Россией и некоторыми странами Запада находятся на критически низком уровне. Тем не менее, Россия продолжает участвовать в разрешении многих международных конфликтов. Яркий пример – операция по урегулированию вооружённого конфликта в Сирии в 2015 году. Россия пришла на помощь в тот момент, когда ситуация в стране стала критической. А в день, когда мы брали интервью у президента, министр иностранных дел России посетил КНДР, где встретился с лидером республики Ким Чен Ын. Сергей Лавров отметил, что Россия заинтересована в том, чтобы и на Корейском полуострове, и в Северо-Восточной Азии в целом была обстановка мира, стабильности и процветания. С начала этого года в некоторых горячих точках в мире, например, в Корейском полуострове, в Сирии, произошли некоторые позитивные изменения, но ситуация до сих пор остаётся неясной. Как вы думаете, какую роль может играть Россия в разрешении данных вопросов, и какое пространство для сотрудничества в этом направлении есть у России и Китая? Что касается Корейского полуострова, то наши позиции, как говорят дипломаты, очень близки, либо полностью совпадают. Скорее даже второе. У нас есть… Мы выступили инициаторами так называемой дорожной карты урегулирования ситуации на Корейском полуострове. И КНР за последнее время очень многое сделала для того, чтобы ситуация немножко разрядилась. Мы очень рады этому и всячески будем это поддерживать. Как вы знаете, вот сейчас в Корейской Народно-демократической республике находится министр иностранных дел Российской Федерации и ведёт переговоры с северокорейскими лидерами, в том числе и по проблемам урегулирования. Мы видим также, что северокорейское руководство пошло на, честно говоря, для меня даже неожиданные, я бы сказал даже беспрецедентные шаги, направленные на принятие этой напряжённости. Объявили, во-первых, о прекращении ракетных испытаний, объявили о прекращении ядерных испытаний. Более того, сейчас вот ликвидировали один из своих крупнейших полигонов для испытаний ядерного оружия. Всё это, безусловно, практические шаги в направлении денуклеаризации. А это наша общая конечная цель. Но я могу понять руководство Северной Кореи, когда оно говорит о том, что для полной нуклеаризации им нужны абсолютные гарантии их безопасности. Ну а как иначе? Иначе себе представить нельзя, особенно после тех трагических событий, которые произошли, скажем, в Ливии или в Ираке. У северокорейцев всё это перед глазами стоит, поэтому, само собой разумеется, они будут требовать гарантии. Какими могут быть эти гарантии? В какие сроки всё это может быть реализовано? Сейчас очень трудно сказать, но что сказать можно и нужно, это то, что двигаться надо по этому пути, по пути снижения напряжения, денуклеаризации в конечном итоге. Очень жаль, что наши партнёры на Западе, Соединённые Штаты и, вот, к сожалению, Южная Корея, Республика Корея не остановились в проведении своих военных учений и манёвров, которые не способствуют разрядке. Но всё-таки надеюсь на то, что, безусловно, очень мужественное и зрелое решение, которое принял президент Соединённых Штатов, Трамп пойти на прямой контакт с лидером Северной Кореи Ким Чен Ын, вот эта встреча состоится, и мы все будем ждать от этой встречи позитивных результатов. Но и вот в дорожной карте, о которой я упоминал, российско-китайской дорожной карте, урегулирование северокорейской проблемы, там следующий этап – это углубление отношений между всеми странами, которые отвечают за эту разрядку. Следующий этап – это многостороннее участие всех заинтересованных государств и, прежде всего, государств региона по выработке вот этих гарантий безопасности. И, конечно, мы со своей стороны всегда предлагали, и это остаётся на столе переговоров, трёхсторонние экономические проекты между Россией, Северной частью и Южной частью Корейского полуострова. Это, прежде всего, инфраструктурные проекты. Мы говорим о строительстве железной дороги, допустим. Кстати говоря, вот к этим проектам мог бы подключиться и Китай, между Россией, Северной Кореей, Южной Кореей. Мы говорим о прокладке газопровода. Можно подумать о строительстве различных других. Много возможностей для совместной работы и в трёхстороннем, и в четырёхстороннем формате. Надо только двигаться в этом направлении. Мы все будем с нетерпением ждать результатов встречи между президентом Трампом и лидером Северной Кореи, господином Макимовичем, и будем всячески способствовать тому, чтобы она прошла успешно. Как президент России Владимир Путин пользуется широкой популярностью в Китае. Об этом говорят результаты интернет-опроса, которые ещё до интервью провели с помощью мобильного приложения «Россия-Китай. Главное». Его координаторами являются Международное радио Китая, Центральные телерадиокорпорации Китая и Международное информационное агентство «Россия сегодня». Вопрос звучал так. Кто из вас фанат Путина? Акция вызвала настоящий ажиотаж в соцсетях. За неделю участия в голосовании приняли более 10 миллионов интернет-пользователей. Параллельно через приложение CCTV, Центральные телерадиокорпорации Китая, жителям КНР предложили ответить на вопрос, о чём они хотят спросить Владимира Путина. Этой возможностью воспользовались 24 миллиона человек. От них поступило более 40 тысяч вопросов. Сейчас я хотел бы от имени наших подписчиков в социальных сетях задать вам некоторые вопросы. Россия в этом году принимает чемпионат мира по футболу. Каких результатов вы ожидаете от российской национальной сборной на этом мундиале? «Самая главная, основная наша цель, как стороны организатора этих мероприятий, достойно провести этот чемпионат, сделать, чтобы он был праздником для миллионов любителей футбола во всём мире. Вот это будет самым главным нашим достижением. Что касается сборной, то я должен констатировать, это факт. К сожалению, наша сборная за последнее время больших результатов не показывала. Но мы очень рассчитываем, что все болельщики, все любители футбола России рассчитываем, что сборная будет играть достойно, покажет современный, интересный, красивый футбол и будет бороться до конца». Как вы думаете, какая команда станет чемпионом? «У тебя сложный вопрос. Много претендентов этой латиноамериканские команды. Это Аргентина и Бразилия. Мы знаем, что блестяще играли на предыдущих чемпионах мира и сборной Германии. Очень хорошее качество игры, очень красивый футбол демонстрирует испанская сборная. Наверняка будут другие претенденты. Но победит сильнейший». «Могут ли болельщики ждать от вас подачи мяча на чемпионате мира?» «Да. Я буду смотреть, как глава государства, который принимает чемпионат, должен быть на открытии, на закрытии. Я посмотрю на свой график, если я смогу, то по присутствию, может быть, и на каких-то других играх». «Кто ваш самый любимый футболист?» «Среди российских, советских футболистов это Лев Яшин. Среди иностранных – Пеле. Ну, Марадону мне еще очень нравится». «Все наши подписчики в социальных сетях знают, что вы очень любите спорт. Каким спортом вы сейчас занимаетесь? Сколько тратите времени каждый день на спорт?» «Около двух-двух с половиной часов. А занимаюсь я в зале, плаваю, иногда ухожу на татами, если у меня есть спарринг-партнер. И не так часто, как бы хотелось, но играю в хоккей. Ну, играю – это слишком сильно сказано, но пытаюсь играть в хоккей». «В новостях мы часто видим вас то в истребителе, то в подводной лодке. Наши пользователи считают вас суперзвездой. Скажите, если бы вы не занимались политикой, какую профессию вы бы выбрали?» «Во внешней разведке Советского Союза. Уже у меня есть профессия. Но я закончил Петербургский государственный университет, юридические факультеты, поэтому, в принципе, мог бы работать юристом, адвокатом. Но всю жизнь проработал в органах безопасности, в внешней разведке Советского Союза. Потом работал в исполнительных органах власти, в Петербурге, ну, считаю, в муниципалитете. Каждый из этих видов деятельности мне нравился, он был по душе. Ну, я думаю, что адвокатом вполне мог бы работать». «В 2016 году, когда вы участвовали в саммите Большой Двадцатки в Ханчжоу, в подарок вы привезли российское мороженое, которое сразу стало популярным в Китае. Приготовили ли вы что-нибудь в этом году?» «Да, но я привез, потому что представитель Цзиньпинь как-то упомянул, что он любит российское мороженое, поэтому я привез ему в подарок. Но мы с ним обмениваемся некоторыми мелочами. Но что же будет это за сюрприз, если я заранее скажу, что привезу ему в подарок? Пусть это будет пока тайной, которая останется между мной и вами, я потом вам на ухо шепну». «Большое спасибо за интервью, господин президент. Желаем вам удачи, успешной работы на четвертом сроке и успехов в проведении чемпионата мира». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова